доброе утро дорогие друзья итак сегодня девятого кислева йорцет великого человека раби добер шнер залман изляд это второй любавический рыбы он родился именно 9 кислева 1773 году в городе лиозно первенец в семье раби шнер залмана назван в честь отца добера магида из межирича ушедшего за годы его рождения и когда по настоянию российских властей каждый еврей должен был взять фамилию какую-то металл ребб избрал для своей семьи фамилию шнеури в честь отца а потом уже изменили его фамилию на шнерсон металл ребб написал множество книг развивающие идею из хаббата без него хват нельзя представить приобрел хевроне участок земли он собирался сделать илию и умер в нежене в тот же день когда и родился 9 кислева и во главе движения его сменил минахи мендел если вы поставите свечку за этого великого человека это будет очень хорошо переходим к недельной главе когда яков собирался принести жертву богу вернувшись с миром в отчий дом написано дословно следующее понес яков свои ноги пошел в землю жители востока если кто на иврите читает обратите внимание что значит поднес ноги обычно переводят встал на ноги там или что-то ведь ноги не носят в рюкзаке там напротив за ноги направляют человеком и согласно рабе аврааму сыну рамбама здесь кроется важнейший принцип на действие человека влияет либо сердце поскольку в нем обитает разум либо мысль его и мысль либо ноги тело имеющие различные желания то есть мы всегда или сердце или тело борьба решает кто будет властвовать поведет ли человека тело и ноги или ноги понесут сердце и в этом различие между праведником и грешником это объясняет нам медраж грешники находятся во власти своих сердец тогда как у праведников сердца в их власть у грешников телесные возделения господствуют то есть короче говоря когда здесь великий принцип в том что каждую минуту когда мы что-то принимаем какое-то решение чтобы мы знали что вот именно эти два начала над нами властвует и вот какой из них победить такими мы в этот момент и являются у праведного авраама было как у праведника и понес яков ноги свои человек должен задать себе вопрос как бы для чего это все мы изучаем для чего вообще двигаться в духовности на задать себе вопрос а вдруг там есть бог а вдруг через 120 лет ты с ним встретишься а вдруг существует будущими то есть можно проиграть вечность если не задумываться ничего не делать пришел человек видит блин как же я так же делал я же мог знаете американский еврей пришел к рэбе из бобова и попросил благословить его рабе благословил гостя и задал несколько вопросов а среди прочего спрашивают почему ты забрал старшего сына из ешивы и утил учиться его в гардвард он говорит знаете рэбе если чек если мой сын закончит гардвард то он может спокойно кормить себя до 120 лет а потом спросил рэбе что будет с ним потом и вот каждый из нас должен задуматься в первую очередь не этих 120 годах а тех что потом надо вырывать от себя комплекс не недостаточности наших действий здесь время идет только вперед его лимит тоже исчерпывается тех должен задать себе вопрос особенно сегодня как я могу стоять в стороне когда мы все находимся в такой страшной ситуации как я могу ничего вообще не сделать сегодня люди живут по-разному многим возможно достаточно через 120 лет фотографии на альбоме там или на свадебном альбоме но мир устроен иначе написано что твой образ запечатлен на престоле всевышнего он знает кем бы ты можешь стать написано что каждый человек через 120 лет когда приходит наверх он ему показывает кем он мог стать в мире и вот этот кошмар между тем кем мог и кем он стал и есть главное что жжет человеком бог знает каким ты мог стать и ты увидишь это и то есть тот отчет который нам предстоит держать нас можно поправить ситуацию можно немножко еще напудрить свой образ яков это каждый из нас каждый из нас в мире в той или иной форме написали мудрецы и покидает свой дом и находит путь свой в этом проблема в том что мы должны стараться соответствовать вот этому образу на небе чтобы не получилось так что через 120 лет мы придем к воротам рая нас не пускают потому что фотография вообще не соответствует человек не может жить без веры но знаете наш мир так устроен что одной веры недостаточно необходимо кроме того чтобы человек совершал какие-то действия предваряющие предваряющие эту веру в жизнь эта мысль много раз повторяется в туре сделать надо что-нибудь надо сделать какой-то шаг хотя бы один хотя бы маленький но сделать сделать шаг под направлению к образу а не по направлению неизвестно куда бархава от слаха хороших шагов по направлению к высшему образу